Всем привет, это проект Рака Макафо. О чем вы думаете, когда видите человека на инвалидной коляске? И как часто вы задумываетесь о проблемах, которые испытывают инвалиды? Сегодняшний выпуск будет особенным и очень важным. Мы не просто проведем наш социальный эксперимент, мы вместе с вами постараемся помочь человеку, который очень сильно в этом нуждается. Поехали! Совсем недавно к нам лично обратилась девушка, которая попала в беду. Обратилась за помощью, и мы не могли это проигнорировать. Мастер спорта международного класса, член Олимпийской сборной России на Олимпиаде в Сочи и первая девушка в истории российского скикросса, завевавшая серебро на этапе Кубка Мира. Мария Комиссарова. В 2012 году Федерация Фристайла России назвала Марию Комиссарову лицом года. Любопытно, что в скикросс девушка пришла всего за пару месяцев до победного старта. До этого она занималась классическими горными лыжами. На одной из тренировок перед Олимпиадой в Сочи она получила тяжелейшую травму. Перелом позвоночника со смещением. Фристайлистку Марию Комиссарову, которая после серьезной травмы находится в больнице, поздно вечером навестила Владимир Путин. Президент получил от лечащего врача спортсменке полную информацию о результатах сделанной ей операции и после операционного лечения. И пожелал Комиссаровой скорейшего выздоровления. Глава государства также позвонил отцу девушке и заверил, что врачи приложат все силы, чтобы поставить ее на ноги. К сожалению, врачи этого сделать не смогли и поставили свой неутешительный диагноз. Маша никогда больше не сможет ходить. Маша обратилась к нам и попросила провести социальный эксперимент. Поднять очень важную тему отношений людей в России к проблемам и нуждам инвалидов. Потому как мы не можем быть уверенными, с какими трудностями сталкиваются люди с ограниченными возможностями, мы решили обратиться к человеку, который знает это все не понаслышке. Основные проблемы начинаются с порога. Это классический вариант. Это лестницы-пандусы, выход из дома, поребрики, которые присутствуют при спусках на дорогу и автомобили, которые паркуются на пешеходных зонах, на тротуарах. Городской транспорт, которого сейчас стало больше в Санкт-Петербурге, не очень владею этим вопросом, но вроде как говорят, что да. Если вы счастливый владелец автомобиля, то проблема с парковочным местом у вас всегда присутствует в полный рост. Здравствуйте, мужчина, я очень извиняюсь. До свидания. Сюда сейчас приедет инвалид-колясочник, и вы встали на место инвалида. Да? Да. Буквально на пару минут. Вы можете перепроковаться? Да ты что? Здесь же стоять, вся отъеду, сядь, въедет там уже человек. Да, я просто как раз здесь стою, и вот хотя бы одно место охраняю для инвалидов. Знак, например, есть? Да, есть знак. Вот там стоит 40 метров, и вот здесь знак стоит 40 метров. И что дальше? И вот здесь знак, на который вы встали. Ну возьмите красочку и нарисуйте красочку. Хотя тут при чем? Здесь 40 метров знак стоит для парковки для инвалидов. Из меня ГАЭШ-дроф. Вы видели прекрасно, что стоять просто некуда. Серьезно? А это проблема инвалидов, как вы думаете? Нет, это не проблема. А вы знаете, вот у меня есть машина, и я встал вот не здесь, как вы говорите, я встал вот где-то вот там вот. Вам заняться нечем, да, молодой человек? Нет, нам как раз есть чем заняться, а вот вам заняться нечем, вы занимаете места для инвалидов. Где инвалиды? Что значит где инвалиды? Они существуют, не просто так эти места действуют. Когда беременная была, мне даже в метро ни разу очередь на место. Как правило, реагируют адекватно, да, но не уезжают. Ну извини, но мы на 5 минут. Буквально 5 минут. Ну максимум 10. Через 3 секунды сейчас... Через 3 секунды. Слушайте, 10 минут. Что вы говорите, 10 минут? А на 5 минут, если я его прикупил? А кого волнует 5 минут, не 5 минут? Ты под знаком, остановка запрещена. Можешь стоять 5 минут? Не можешь, да? Ну, соответственно, почему ты здесь стоишь? Много у нас инвалидов на машинах ездят? А, много? Да! Да, а вы знаете об этом? Вот я знаю, нескольких кто ездит. Несколько в городе, в Питере. Ну достаточно, поверьте. Ну здесь бы он не припарковался. Все эти машины здесь стоят тоже не по праву. Вы только что приехали, я просто прошу вас. Я терпела, не по праву. Ну что здесь, терпела, не терпела? Вы нарушаете закон. Ну я говорю, вызывайте ГАИ, значит, я нарушу закон. То есть вас остановят только ГАИ? Ну, у нас, вот смотрите, человек убирает машину. Да, я ему только что сообщил, он убирает машину. А, понятно, ну ради бога. Ну так и вы уберите машину. Нет. А почему нет, по какой причине? Молодой человек, потому что мне не нужно. Безрадио. Вам безрадио, вам все равно, что есть инвалиды, да? Да. Нет, это ваши отношения. Я на самом деле вас, естественно, не заставляю. И наклейки на наклеить никакие не буду. Я просто призываю вас. Вы стали на последнее место. Кто-нибудь еще освободит. Кто-нибудь еще освободит. То есть вот у вас такое отношение, да? Замечательно, замечательно. На самом деле, почему инвалид паркуется на выделенном месте? Потому что человеку нужно выйти из коляски. Чтобы выйти из коляски, нужно дверь открыть максимально широко. Наверное, да, для простого водителя это слишком сложно понять. Огромное количество парковочных мест, которые сейчас выделяются на парковках около всяких торговых центров, да, регулярно все занято. И припарковаться, конечно, на парковочном месте сложно. И приходится в этом случае припарковаться где-то в отдалении, но занять два парковочных места по диагонали, чтобы меня никто не поджал, чтобы я смог не только выйти, но и потом сесть в машину. Да, это места для инвалидов. Вот 40 метров вот эти. Поэтому здесь встать, к сожалению, нельзя. Отъедьте, пожалуйста. Инвалиду нужно быть очень шустрым и хорошим гонщиком, чтобы устроить встать на такое место, потому что это фактически нереально. Результаты эксперимента оказались неутешительными. Очень мало людей знают, хотят знать и видят проблемы, с которыми сталкиваются инвалиды. Для многих это кажется какой-то полнейшей ерундой. За время съемок нашего эксперимента мы очень много раз слышали одну и ту же фразу. Ну и где здесь инвалид? По закону 10% стоянки должны занимать места для инвалидов. Но какой в них смысл, если абсолютно все места заняты, и припарковаться туда человеку, который в этом нуждается, просто невозможно? Самое ужасное, что люди абсолютно не уважают закон, а правоохранительные органы не делают ничего для того, чтобы сделать этот закон эффективным. Инфраструктура не организована настолько, что инвалидам подчас самим приходится бороться за свои права. Вот это вот порядки, которые оставляют ваши сотрудники. На мои обращения в ГУЖА, в администрацию Смозенского района никаких мер не последовало. К сожалению, так оставлять дело нельзя, это не соответствует никаким ГОСТам и СМИЛСам. Поэтому мы вынуждены попросить ваших работников, которые делали это дело и немножко им поможет. Мы провели эксперимент, о котором нас спросила Мария Комиссарова. Но самое главное, мы можем и хотим помочь ей все вместе. Маша проходит реабилитацию сроком в 360 дней. И каждый день она тренируется по 6-7 часов, не жалея сил. Я тренируюсь по 6-7 часов в день, каждый день, без выходных. И за 6 дней я вижу положительную динамику. То есть у меня начинают включаться мышцы, ниже травмы, какие-то новые ощущения появляются. К сожалению, за все в этой жизни приходится платить. И цена реабилитации 27 миллионов рублей. Очень многие известные люди в России старались помочь Маше в сборе денег. Свои видеообращения записывали самые разные звезды российского шоу-бизнеса. И большая часть этой суммы уже собрана, не пугайтесь. Осталось собрать 7,5 миллионов рублей. И мы действительно верим, что общими силами мы сможем это сделать. Сейчас для нас всех представилась возможность помочь человеку совершить этот хороший поступок. Вы смотрите наши ролики и представляете себя на месте прохожих. Думаете, что бы вы сделали в той или иной ситуации. Но сегодняшний ролик особенный. Реальная ситуация перед вашими глазами. Вы можете совершить хорошее дело и помочь человеку прямо сейчас. Я готова на все, чтобы снова встать, начать ходить и вернуться к нормальной жизни. Помогите мне, пожалуйста, собрать ту сумму денег, чтобы снова начать ходить. И если у меня есть шанс, почему бы не использовать его? И пусть мы увидим каждого, кто внес свой вклад. Пусть даже самый символический. Мы от проекта Рака Макафо отправляем 10 тысяч рублей. Запускаем этот флешмоб. И не нужно перекладывать ответственность на других, мол, я все равно ничего не изменю, деньги и так без меня соберут. Так рассуждают очень многие. А вы возьмите и сделайте это прямо сейчас. И, возможно, на душе станет легче от осознания того, что вы помогли человеку и сделали действительно доброе дело. Если каждый, кто посмотрит это видео, пожертвует хотя бы 50, хотя бы 100 рублей, вся нужная сумма соберется за считанные дни. Мы восхищены твоей силой и духом. Ты человек, на которого действительно стоит равняться. Мы с тобой, Маша, и мы верим, что ты встанешь на ноги и вновь поднимешься на пьедестал. Это был проект Рака Макафо. Всем спасибо. Пока.